С начала года в Атраусской области выявлено 720 фактов мошенничества. Об этом сообщили на пресс-конференции в региональной службе коммуникации. 407 дел возбуждены по статье «Интернет-мошенничество». Чаще всего преступники действуют через социальные сети и сайты объявлений ОЛХ «Крыша-колесо». С начала года сотрудниками Департамента полиции проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Антифроуд». В результате выявлено 21 правонарушение, совершенное за предыдущие годы. Сейчас ведется расследование. Кроме того, увеличилось количество лиц, обманутых иностранцами. По словам специалистов, в таких случаях вопрос возврата финансовых средств остается открытым. В настоящее время у нас много обманутых лиц гражданами России и Азербайджана. Как вы знаете, у нас нет как раньше союза. У всех суверенных государств есть свои законы. Они не подчиняются нам. Мы высылаем им необходимые запросы. Например, в российском законодательстве ни один гражданин не обязан отвечать на поданную нами заявку. Кроме того, атераусцев часто обманывают жителей других областей. В целом по стране, в соответствии с руководством Министерства внутренних дел, разработана программа по предупреждению, расследованию и раскрытию мошенничества с использованием информационных технологий на 2021-2022 годы. В ходе изучения раскрытых дел установлено, что указанные виды преступлений совершены жителями других областей. В частности, по 13 эпизодам выявлен житель города Усть-Каменогорск. По 8 фактам – житель города Павлодар. В настоящее время по указанным делам принято процессуальное решение. Чтобы не попасть в ловушку мошенника, запомните следующее. Сотрудник банка или правоохранительных органов не будет вам звонить или отправлять мессенджер, запрашивая логин, пароль и другие данные. Они могут вас только вызвать в отделение. Кроме того, если вам звонят по неизвестному номеру из другой страны, лучше не отвечать на звонок. Позже попробуйте позвонить и по видеозвонку, чтобы проверить их.